Практическая психология В нашей стране и вообще, наверное, мира Хорошо, вот очень хотелось бы узнать, что такое ревность Какая есть формулировка по этому поводу или какие ощущения И откуда растут ноги этого чувства? Ну, вообще ревность – это чувство Мы не говорим об эмоции, мы говорим о чувстве Которое основано на одном из видах страха При желании сохранить или обладать кем-либо И иногда бывает чем-либо Если мы рассматриваем это все-таки как некий момент того, что он же имеет под собой историю И ни один психолог рассматривал, изучал эту тему То, естественно, тема ревности идет от психоанализа, от Зигмунда Фрейда И у нас это заложено в базовом комплексе, когда рождается малыш Все, наверное, слышали и знаем об диповом комплексе и комплексе электры И маленький мальчик любит очень сильно свою маму И он испытывает, естественно, ревность по отношению к своему отцу Тем самым, что происходит внутри ребенка Он хочет заменить своего отца Он хочет быть единственным мужчиной в жизни мамы И это соревнование, оно очень часто... Ну, у девочек точно так же, не буду переводить И вот такая бывает иногда интересная тема Что когда в жизни женщины нет мужчины Мальчик вырастает единственным мужчиной И получается потом так, что, выходя во взрослые отношения У него могут быть уже проблемы с ревностью По причине того, что у него есть базовая потребность Интересно, чувство ревности То есть мы не говорим действительно про эмоции Мы говорим про чувства Человек может чувствовать Я ревную, например, тебя или кого-то к другим Для чего вообще это чувство нужно человеку? Почему оно у нас многих присутствует? Причем иногда до состояния какой-то болезненности Ну, давайте поговорим о том Что если мы его рассматриваем как базу И уходим корнями Все-таки, когда у нас бегали люди по лесам И добывали себе добычу И мы жили в неких несоциальных условиях И, собственно говоря, это было нормально, наверное Что семьи были вот такие, какие они были Но когда мы пришли и стали социализироваться То мы пришли к тому, что у нас появился институт семьи И в этом есть на самом деле огромные плюсы Потому что когда мы сегодня как пара идем Создаем отношения Ревность Как вообще форма жизни человека Она, собственно говоря, дает некие понимания границ В этих семейных взаимоотношениях То есть, естественно, когда это доходит До очень серьезных патологий А мы знаем о том, что есть и клинические формы Ревности Этого чувства Но сегодня, наверное, я думаю, что мы не будем об этом говорить Я лично вообще считаю, что ревность не совсем норм Она, если рассматривали вот с точки зрения этого плюса Да, то все-таки, Надежда, согласитесь В рамках границ Определенных Определенных границ Возможно, для большинства людей Это приемлемо Это приемлемо Для некоторых даже это нравится Некоторым даже, да? Некоторым это нравится Потому что у нас же есть такая расхожая фраза Не ревнует, значит, не любит Но, опять же, это же про наши убеждения Менталитет Менталитет Поэтому сценарные паттерны Их тоже никто не отменял Когда мы выросли в тех убеждениях Что если ревнует, значит, любит Да, мама так говорила, например, девочке А девочка вышла замуж А у нее нет этой ревности в семье У нее все ровно Я думаю, все, значит, не люблю Он, значит, меня не любит То есть вышла ты замуж по любви Он вроде бы тут по любви А вот живут, живут, живут ребята вместе И он не ревнует Да, и у нее что включается? У нее включается там механизм Так он меня не ревнует Так я ему не нужна А там рождаются дети Все чувства притупляются Ну и как бы И какой сценарий дальше будет, да? Да Олеся, разрешите Я вам зачитаю письмо Стараюсь в каждой программе Зачитывать письма На ту или иную тему У меня их, на самом деле, очень-очень много Итак, мой муж ужасно ревнивый Я не могу себе позволить Задержаться на работе Сходить с подругами в кафе И уж тем более Съездить одна в отпуск Хотя мои подруги могут себе это позволить легко Так, дальше Никогда не давала мужу поводов для ревности Мне постоянно приходится, тем не менее Отказывать себе в элементарных своих желаниях Например, посидеть у подруги в гостях Сходить в кино Или, например, на девичник Или просто погулять по магазинам Я все время должна отзваниваться Где я нахожусь Что я делаю И по какому поводу я, например, собралась То или иное мероприятие совершить Итак, все Так как знаю, что все это может Если не отзвонюсь Все это может спровоцировать Приступ гнева и ревности И такая приписка Замужем 5 лет Есть дети С годами жить с таким ревнивцем Становится все сложнее и сложнее Анна 32 года Вот Какие рекомендации мы можем дать девушке В данной ситуации То есть девушка реально говорит У меня есть муж Которого я люблю У нас есть дети Но тем не менее Я как будто бы не живу Я все время должна Отчитываться Где я, что я, с кем я Иначе я спровоцирую Вспышку гнева и ревности Почему-то гнева и ревности Да Очень правильное замечание Что действительно под ревностью У нас стоят еще и другие Да, проявления Наших вот Человеческих вот этих Эмоциональных состояний Это гнев, агрессия И страх Вот Но конкретно данной ситуации Конечно Хочется сказать, что Ну девушка сама Вышла замуж за данного мужчину То есть это ее выбор, да? И тем самым притянула Собственно говоря Некий макет Поведения Ну вот Как я сказала Сценария В свою жизнь То есть возможно У нее на уровне Бессознательного Есть какой-то Пусковой механизм Который говорит о том Что ей нужно прожить это Переосмыслить что-то в этом Либо уже ситуация в семье изменится Либо девушка примет решение Дальше двигаться Свободно, непринужденно Без данного мужчины Такое, как правило, бывает чаще Когда женщина просто Прекращает отношения То есть она осознает Что ей тяжело жить В этих отношениях Да И она из них выходит Но если я говорю о том Что это сценарный Да, вот вариант То вступая в следующие отношения Она придет именно К тому же самому То есть она найдет Примерно такого же мужчину Который будет ограничивать ее Да В передвижениях В каких-то действиях Там, возможно, вот это вот Состояние вот этой вот Агрессии и гнева Оно будет Еще больше Еще более такое Да, усугубленное И тем самым она Благо своей жизни не сделает Поэтому порекомендовать девушке Можно только в первую очередь К психологу Сама Да Вот эту вот Свою историю Да Прорабатываем Просматриваем Потому что Ну вот Потому что они повторяются В нашей жизни Это, возможно, история мамы Возможно, история бабушка А, возможно, история ее Какой-то близкой подруги Чей она взяла макет Вот так вот на себя надела И с ним живет дальше Такое тоже бывает В жизни наших клиентов Вот Ну и, конечно, что касаемо Вообще Их как семейной пары Я бы, наверное, рекомендовала Все-таки семейную терапию Ну да Потому что Потому что если брать ревнивцев То им от этого По-честному Им от этого тоже очень плохо Да, кстати, про ревнивцев Мы еще и поговорим Им от этого тоже очень плохо Итак, что у нас получается Что впервые Ребенок сталкивается с этим чувством Он может столкнуться в детстве Потом, наверное, чаще всего Это возникает Ну то есть Как вот мы понимаем Что мы начинаем Юность То есть первая влюбленность Я хочу, чтобы эта любовь Принадлежала только мне И не дай бог И не обязательно мы говорим Только в противоположном поле Конечно Потому что очень часто Мы сталкиваемся с тем Что наши маленькие детки Начинают ревновать Своего друга Или свою подругу К другим детям И говорят Он со мной больше не дружит Он меня больше не любит То есть если там Да, говорим То есть да Мы пробуем В детском возрасте Мы как раз пробуем У нас появляются привязанности К кому-либо И вдруг Если мы видим Что наш друг Или наша подруга Делает не так Как нам бы хотелось Не выбирает нас А выбирает кого-то другого Для игры И это тоже ревность Да, это тоже ревность Это тоже ревность А давайте рассмотрим ревность Когда появляются в семье Младшие дети То, что происходит Со старшими Там тоже Мама дорогая Дети горячат Ты больше любишь маленького Чем меня Да И маленькие, например Начинают к животным ревновать Не замечали такого Из истории клиентов Или своих личных Бывает Когда они говорят О, ты котика-то погладил А меня-то нет Котик-то на коленочках А я-то нет Такое тоже бывает То есть смотрите Получается, что в принципе С этим чувством Столкнуться может Любой человек Независимо Ни от пола Ни от возраста Ну и потом В состоянии зрелости Это же тоже бывает Ну, например, мне кажется Там от Элла Придушил Дездемону Далеко и как не В детском возрасте Ну, если мы говорим Все-таки О той ревности Которая пришла спонтанно Вот по какому-то Интуитивному Внутреннему состоянию Того или другого партнера И она имеет под собой Некий фундамент Ну, с чем сталкиваемся Либо где-то заметили Либо сообщения Какие-то Там сегодня электронная почта Ночные СМС-сообщения То есть очень часто, конечно Ну, вот так вот проявляются Если мы говорим уже о взрослой Ревности Ну, то тогда Как взрослые люди Мы Садимся и разговариваем Садимся и разговариваем Об этом Да Ну, а если это касается Вот патологических Каких-то вещей Когда из раза в раз Повторяется Партнеры Притягиваются С повторяющимися Историями Это уже, конечно О вашем личном Страхе Вот остаться В одиночестве Скорее всего Там, да Или там Еще какие-то Базовые вещи Могут быть Я правильно понимаю Что сейчас наши слушатели Тоже осознали Вот Алгоритм следующий Получается, что Если Я сейчас Притянула в свою жизнь У меня есть, например Муж там, ревнец Да Это Чаще всего Про История про меня Что у меня есть Страх Остаться одной Да И поэтому я сейчас Возможно, это страх Так Это как Я же про гипотезу сейчас Да, мы сейчас про это и говорим То есть Возможно, это страх Возможно, это сценарный паттерн Возможно, это какие-то убеждения Которые ты услышал Вот в этом же подростковом возрасте Хорошо А вот если про страх То есть получается, что Вот есть страх У женщины Остаться одной И она На подсознательном уровне Вступает в такие отношения Где Постоянно Будет Партнер Который что? Который будет Четко ее Очень вероятность того велика Что делать? Ограничивать Ограничивать Постоянно напоминать Контролировать Да, контролировать И постоянно напоминать И о том, что Ведь я тебя люблю Поэтому я тебя ревную Да То есть получается, что Ты сама себя И тем самым наказываешь Да Собственно говоря, да Интересно Хорошо Итак, мы рассмотрели Что ревность Может вообще Нас настигнуть В любом возрасте Да, начиная с детства В юности Сначала Элементарные вещи Которые, да Он просто подкрался Незаметно На раз-два И все То есть Как говорят многие мужчины Ну что ж, сама придумала Сама обиделась Да, женщина тут себе Картинку нарисовала Попала в невроз Потом в депрессию И потом все Оно По накатанной По накатанной Ну и начинаются Непонятно откуда Мигрения Там скачки с давлениями Женские сбои Все, что угодно Вообще все, что угодно Ну потому что Это очень сильное чувство Да Очень сильное чувство Причем оно разрушает Деструктивное Да Оно разрушает На самом деле И оно разрушает Ведь смотрите Не только взрослых Оно очень сильно влияет И на подростков тоже То есть Если мы возьмем Неразрешенное взаимоотношение Между мальчишками И девчонками А очень часто сегодня И девочки Вот именно живут В той же категории Что она моя подружка И значит она только моя И она не имеет права Дружить с другой Дружить с другой Не дай бог Если у нее там Появился мальчик То есть там Да, все Она меня не любит Она с ним больше времени Она мне предала Она меня предала Да И вот эта вот вся тема И я конечно всегда говорю о том Что надо разговаривать Со своими детьми И спрашивать Что у них происходит Потому что Вот такие яркие переживания Все-таки Это про юность Да Это подростковый период Причем ведь У подростка Нет опыта проживания Да Таких чувств Нет И в итоге получается Что я не знаю Что мне с этим вообще делать Я чувствую Мне больно Мне больно А как жить дальше Мне больно Да И очень часто дети Приходя на консультации Вот подростки Там 11-14 лет Они говорят о том Что мне настолько плохо Что я не знаю Что я не знаю куда деться И я родителям об этом Сказать не могу Поэтому вот Еще раз Детками разговаривать Обязательно И спрашивать о том Как они свой день провели Не без этого Да Итак Какие же минусы еще Это боль Это Что у нас Это же еще и моменты Такие как Я например Получается нарушаю Границы другого человека Да Да Про границы Потому что я требую то Чего мне другой Ребенок Человек Партнер не готов дать Или готов Но получается Что он себя ущемляет Да У него все равно Неполноценно Нет вот этой вот Радужной Радужного спектра Вкуса всей жизни Ну Это в любом случае Крайне неприятно Когда кто-то вторгается И начинает тебя Тотально контролировать Оберегать Опекать И тем самым Предлагать свой сценарий Твоей жизни Предлагать свой сценарий Да И я думаю Что Вот эти вот Личные границы Это же еще про то Что не умеем сказать нет Так Да Тут обязательно Необходимо проговаривать Что мне-то от этого Крайне некомфортно И вот например Даже возвращаясь К этому же письму Да Значит Однажды девушка Себе позволила Да Она пыталась найти компромисс И она что сказала Хорошо Я не пойду К подруге В гости Хотя мы с вами Четко понимаем Что полноценной личности Сектор дружбы Он должен присутствовать Обязательно И она всегда сама в праве Ну как и мужчина Да Решать Что я имею право На Там Общаться со своими друзьями Вне тебя Например Да Очень же часто так происходит Когда говорят Ну я не пойду На встречу одноклассников Потому что Ты не хочешь Ты не хочешь То есть Когда мы даем Первый раз Вот эти границы Наши с вами Начинают подпирать И мы идем Вроде бы как На уступки Ради каких-то Таких близких отношений Вот опять надо смотреть Почему я это делаю В ее жизни так происходило Что вот эти вот Ее личные границы Начинают подпирать Сегодня уже равный тебе По статусу человек То есть Возможно Эти границы Нарушены были В том же самом детстве Почему я и говорю О личной терапии Данной клиентки Возможно Как бы там были Границы Очень так Грубо подвинуты И женщина говорит Что да Я никуда не пойду Хорошо Давайте сейчас Так как у нас Очень мало времени Да Тем не менее Попробуем С практической точки зрения И так Если вы понимаете Что вы Ревнивец Вообще Как с этим жить Что можно делать Пока говорим Такой больше О норме Да То есть Как-то можно контролировать Эти свои чувства Контролировать можно И как раз Первое с чего мы начинаем Это в том Что мы признаемся Сами себе В том Что я ревную То есть Принятие того фактора Что это есть В моей жизни Уже путь к тому Чтобы от этого Начинать освобождаться Следующий момент Который рекомендуется Это Посмотреть В каком окружении Вы находитесь Да И если вы например Работаете в коллективе В женском Ну попробуйте Сменить коллектив На мужской Я про женщину Да И вы будете Получать должное Внимание На работе От коллег Так Да И у вас не будет Патологической ревности К тому Что ваш партнер Где-то занимается Ну В другой сфере Деятельности И у него там Больше внимания То есть вы получите Как компенсируете Да Свою вот эту Вот профессиональную Деятельность Да Получите внимание Где-то лишний раз Какие-то подарки Комплименты Комплименты Да Ну и собственно говоря Тут как вариант выхода Да Справляться с ревностью Вот тоже такое может быть Вот Какой есть еще момент Обязательно конечно Ну проговаривать Своим партнером О ревности То есть рассказывать о том Что меня ранит Что меня ранит Именно из сообщения Я переживаю По поводу того Что происходит В наших отношениях А не в том формате Что ты плохой Ты меня ограничиваешь Ты давишь Ты подавляешь То есть из сообщения Я Помним Да Сообщение я Меняем Не ты Меняем на я Вот То есть говорим О своих чувствах О своих чувствах Именно о своих чувствах Что еще Если же например Не я ревную А ревнуют меня Каким образом Я могу Остановить Ну или По крайней мере Начать контролировать Вот эти моменты Да Отстаивать свои границы Могу ли я Прожив например Сколько-то лет С таким ревнивцем Вдруг Утром проснуться И сказать Так сегодня Будет все по-другому Может Может И это на самом Только давайте сразу же говорим Если это не патологический ревнивец Да Потому что Иначе такая ситуация Может вас просто Увести в реанимацию И там неизвестно что Да Вызвать очень серьезную агрессию И действительно Тут Также сразу же Давайте оговоримся Да Что если все-таки Вы понимаете Что вы живете С патологическим ревнивцем То выход из этой ситуации Может быть только один Это уход Из таких отношений Уход Потому что Уход равен спасению жизни Это однозначно так Но тут надо понимать Что я могу снова Прийти к тем же самым Взаимоотношениям Но с другим партнером Или же из жалости Я же это спасать люблю Да Мы помним о том Что мы из состояния жертва Спасатель Мы постоянно из него переходим Да У нас личность имеет такие особенности И из состояния жалости И спасать мы любим Мы возвращаемся к этому же самому партнеру Поэтому тут нужно очень четко понимать Что вы делаете дальше в своей жизни Вот Да Итак И так сначала Получается Что же мы делаем Если я хочу Изменить ситуацию Вот проснулась утром И понимаю Я хочу Чтобы меня перестали ревновать Или я сейчас готова Трансформироваться Да И человеку объяснить Что я уже не буду жить Вот по тому предыдущему Старому сценарию Я буду жить по другому Что мне нужно для этого сделать Я бы порекомендовала Проснувшись утром Посмотреть на себя в зеркало И сказать Насколько я прекрасна Что я достойна другой жизни Это первое Что делает человек Который вообще понимает Что все Все На этом точка Следующий момент Не надо бежать Сразу разговаривать Потому что можно Испортить напрочь Весь день себе И своему партнеру тоже И тем самым Еще и спровоцировать Ненужные разговоры утром А конструктивно Подготовиться к этому Как бы я рекомендовала Подготовиться У нас есть терапевтическое письмо Вот заведите себе блокнотик И начните себе ежедневно писать Все моменты Которые вызывали у вас Вызывают у вас неприятное состояние От того, что вас ревнуют И проговаривайте там Все те слова Которые вы хотели бы сказать партнеру То есть мы не сразу на человека Это все выливаем А мы сначала репетируем Мы сначала репетируем И именно там В том блокнотике Вы можете писать Какой ты негодяй Что ты себя так ведешь По отношению ко мне Это только в блокнотике Это только в блокнотике И это будет как раз Высвобождение тех ваших чувств Проговаривание тех ваших слов Которые вы бы хотели сказать Своему партнеру То есть вы не держите их в себе Нет, в письме мы не держим Вы их прописываете Вы их простраиваете там Ну и собственно говоря Там можно до себе волю Вообще любым эмоциям Да И при этом при всем Очень часто мы сталкиваемся с тем Что приходит эмоциональное очищение Через слезы То есть прямо разрешить себе Вот этот процесс очищения Чтобы была возможность поплакать Порыдать, может быть Пожалеть себя Что я такая вот Бедная, несчастная Что вообще живу с таким тираном Ревнивцем Да То есть вот этот вот процесс Я бы все-таки рекомендовала Женщине начать делать Отличная терапия Пробовали Да Проверенная Да, уже на себе и лично На клиентах Следующий момент Который я рекомендую Рекомендовала бы, наверное Да, клиентки сделать В качестве домашней Опять работы Это момент расслабляющий Обязательно После такого Письма Есть шикарный метод Мандалы раскраски Ну пожалуйста Не надо покупать Специально книжек Там антистресс И все остальное Вот возьмите в интернете Первую попавшуюся картинку Распечатайте Карандашики Фломастеры Там да Все что есть под рукой И просто посидите Десять минут в тишине Ну не любите тишину Вам грустно, печально Но включите спокойную музыку Дайте возможность Вот всему тому Процессу очищения Который был в процессе Написания Выйти и успокоиться Потому что важно Его завершить Отпустить Вот Не обязательно Раскрашивать ее всю Вот просто Десять минут Десять минут пораскрашивали И оставили Сколько душа хочет Да 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 Сколько душа просит Вот Ну и потом Собственно говоря Когда этот процесс Вот Успокоится Не будет эмоциональной окраски То есть для чего мы это делаем Чтобы эмоциональный окрас Претензию Снять у человека Мы выходим на разговор К партнеру И уже те слова Которые были написаны Ты негодяй Мы их не произносим Да Потому что мы уже прожили И отпустили Да 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 А уже говорим Как раз через вот это Я сообщение Что мне тяжело Мне больно Тесно Тесно Мне в этом уже тесно Я так дальше жить не могу Я хочу Готова к трансформации Пересматривать Да Наши взаимоотношения И строить качественно Новые отношения И это на самом деле Бывает Услышанным партнером Почему? Потому что Когда его Не обижают Когда его Не оскорбляют И не тыкают ему Что ты виноват В том что мне сейчас плохо Говорят о том Что да Мне сейчас плохо Потому что Ну вот Я разрешила Чтобы это в моей жизни было Партнер начинает слышать И очень часто Приходят люди К каким-то Ну Новым правилам Компромиссам И бывают Действительно После таких разговоров Семейные походы К психотерапевту И еще очень наверное важно Когда ты Поговорил с человеком Прорисовать вектор Что я бы хотела Или там Я бы хотел Дальше в наших взаимоотношениях Да То есть как бы Мы должны Дать партнеру Понять что Я готова быть с тобой Да Но Перемены должны уже Происходить Да Потому что Если перемен Не будет происходить То меня Как личность Может это просто Уже начинать Деформировать Да То есть Я никуда не могу Без тебя выйти Я никуда не могу Там поехать Я не могу Вообще жить Получается Без тебя И только ты Это и есть Мой вдох И выдох А это Такие знаете Очень зависимые отношения Да Мы с вами Прекрасно знаем об этом Это действительно Зависимость Ну что Давайте мы еще Может быть расскажем У меня уже такая Знаете стала традиция Что можно почитать На эту тему Да Порекомендуем Нашим слушателям И может быть Так как сейчас Великолепные Есть Фильмы Может быть Что можно посмотреть Да Чтобы еще раз Понять Что и выход Из ситуации есть Ну Если говорить Про Почитать То хочется Сказать про книгу Пять языков любви Гэри Чепмана Книга на самом деле Потрясающая Для формирования Каждой личности И для уже Существующих пар Потому что люди Говорят на разных языках Это да У нас языки И подарков И прикосновений И время провождения И вот Такой формат Она очень легко читается Небольшая книжечка Там буквально Сто с небольшим страничек Но она понятна Она интересна И даже дети-подростки С удовольствием Да Откликаются И изучают эту литературу И вообще Книгу рекомендуем Прочитать всем Без исключения Всем без исключения Не только ревнистов Всем без исключения Почему те или иные Взаимоотношения Не складываются И не обязательно С противоположным полом Готовясь к программе Я столкнулась С потрясающим лектором Не помню вуз Борис Шапиров У него есть книга Вот ревность И может быть что-то там еще И есть видео Лекции Прямо так и называются Ревности и измена Да Вот можно посмотреть Послушать Интересно Он говорит как раз Вот о всех этих базовых вещах О том Почему вот так вот происходит То есть он разбирает Это с точки зрения Ну Жизни вообще Наверное По книгам Как-то Как-то больше не отложилось Потому что книги Вот Не держала Не читала Все-таки больше Мною эта тема изучена Как чувства Да И как с этим работать С этим чувством Именно Как сопровождать клиента Вот Поэтому Вот может быть у вас Есть какие-то рекомендации По поводу книги По поводу Я наверное бы Фильм порекомендовала Посмотреть Фильм Страх называется Совсем недавно Посмотрела там 16-летняя девушка По уши влюбляется Во взрослого юношу Ну По старше ее Да Он такой обходительный Заботливый Нежный Ну вроде бы Как мечта О чем еще мечтать Да Но С определенным Временем Девочка понимает О том Что Вот именно Этот ее возлюбленный Все Больше и больше Заставляет ее чувствовать Что как будто бы Он ее Абстрагировал От этого мира Она перестала Да Со всеми общаться Перестала Жить той жизнью Которая у нее была И превратилась Такого знаете Загнанного зверька Да И вот как она Как она нашла выход Из этой ситуации Да Все ее вот эти Внутренние проживания Все вот эти Да Моменты Очень хорошо В этом фильме Показаны Так что Смотрите И еще мне понравился Фильм Хлоя Тоже можно посмотреть его Но это уже такой Для более взрослой Такой аудитории Ну если говорить О взрослой аудитории Я бы наверное тоже Посоветовала фильм Посмотреть близость Фильм именно Про взаимоотношения Партнерские Как они Встроят отношения Две пары Семейные Да При этом у них тоже Есть чувство ревности Да Да И как они все Это проживают И какому результату Там люди приходят То есть именно Посмотреть Поанализировать Было бы интересно Ну что друзья Сегодня мы говорили О таком чувстве Как ревность И раскрыть эту тему Я пригласила Практикующего Психолога Олесю Чучалову Олесе Огромное вам спасибо Было очень интересно Ну а я Прощаюсь с вами Желаю всем любви Счастья И пусть это все будет взаимно Практическая психология